Всем привет! У меня сынуля заказал пиццу. Тесто я сделала вчера. На полкилограмма муки дрожжей 4 грамма, 3 грамма, 4 грамма. Больше не нужно. Если вы хотите прям вот сразу сделать как тесто и готовить через 2 часа пиццу, то тогда положите 7 грамм дрожжей. Училась я этому, когда мы жили в Италии, я ходила на мастер-класс. Мы будем готовить пиццу именно в домашних условиях, потому что печь наша домашняя так не разогревается, как в профессиональных пиццериях. На 500 грамм муки кладем 3 грамма дрожжей. Это если мы делаем с вами заранее. Если тесто вообще, его положено ставить вечером на расстойку и уже готовить пиццу утром. Так делают во всех итальянских пиццериях. 325 миллилитров воды теплой. Туда добавляем соль и это все заливаем в нашу муку. Муку берем в какую-нибудь чашечку, высыпаем, добавляем тут дрожжи и также следом добавляем теплую воду с солью. Замешиваем тесто. Тесто нужно очень хорошо вымешивать. Это второй секрет хорошей пиццы. Хорошо вымешиваем тесто. Потом делим его на 4 вот таких вот шарика. И знаете, когда мы делим, мы должны вот так вот его внутрь подворачивать. Когда мы делаем шарики, мы должны тесто вот так подворачивать внутрь. Когда мы месим тесто, месим вот этими частями рук. То есть вот не так вот, не этой частью, а именно как вот этими пальчиками, да. Хорошо вымешиваем, растягивая, постоянно растягивая тесто. Как мы должны проверить наше тесто? То есть мы вот так вот нажимаем, видно, да, и оно сразу у нас принимает вот сразу форму, которая была до этого. Как вам вот так виднее, да, хорошо, вот на свет. Видите, да, сразу вот я хорошо нажимаю, вот видите, какое углубление. Вот вы должны добиться вот такого эффекта. Пицца бывает какая? Моя самая любимая начинка для пиццы, это, конечно же, моцарелла. И, конечно же, ветчина. Ветчина и моцарелла, моцарелла в кругляшках, это самая моя любимая, такая стандартная для пиццы. Начинка одна из любимых, это вот то, что я вам сказала. Сегодня мы с вами будем делать пиццу из разного вида сыров. То есть это у меня чеддер, это у меня сыр, знаете, который хорошо тянется. Также у нас будет пармезан. И вот у нас здесь моцарелла, она уже тертая. Сейчас я ее просто высыплю сюда. Это я нарезала, у меня, как сын, не очень любит ветчину. Поэтому, смотрите, вот такими тоненькими-тоненькими слайсами я нарезала курицу. Я ее посолила. И приправы, какие вам нравятся, то есть проблем нету, добавила приправ. Она у нас стоит, она у нас успеет приготовиться. Еще будет очень много секретов, кстати. Для соуса у пиццы, в пицце очень важен соус, чем мы будем смазывать тесто. Для соуса нам нужен базилик, нам нужен чеснок. Зависит от крупности. У меня, видите, мелкий, поэтому три зубчика. Вы, если крупный, можете взять один зубчик, два зубчика. Как вы любите чеснок. И нам нужны помидоры. Мы будем делать своего рода соус песто, только томатный, да, соус песто. Этот соус подойдет не только для как смазывания для пиццы, но также он очень хорошо и к пасте. В общем, очень хороший вкусный соус. Также нам нужно будет орегано, перец и соль. У меня еще оливковое масло. Мы туда добавим еще с вами оливковое масло. В общем-то, соус наш будет готов. Наш соус готов. Вы не представляете, какой он вкусный и безумно ароматный. Этим соусом мы будем с вами смазывать пиццу. Все, что останется, не переживайте. Масло доливаем, так контролируем жидкость соуса. Нам не нужен он слишком жидкий, правда? Поэтому, так как здесь есть помидоры, поэтому расход масла в этот соус идет меньше, нежели в соус песто. Я налила как в соус песто, обычно туда идет 80 грамм. Итак, теперь немного еще подождем. А недостаточно еще поднялось наше тесто. Девочки, заранее включаем, нагреваем духовку на максимальное. У меня максимальное 260 градусов. Готово. Берем наше тесто. Присыпаем немножко мукой. Я тут немножко присыпала, поэтому я муку отодвинула. И начинаем придавать нашему тесту форму пиццы. Кружить я его вот так вот не могу, но мы его должны вот так с вами хорошо вытягивать. И таким образом сделаем с вами круг. Ничего страшного, если у вас круг получится неровным. Это же ваша домашняя пицца. И вообще в хороших пиццериях она тоже не всегда где делают, вот ее вручную. Ну не вот эти вот профессионалы, которые так хорошо прям крутят. Но все равно она недостаточно ровная, правда? Наша заготовка для нашей пиццы готова. Теперь мы ее должны смазать нашим соусом. Смазываем хорошо. Соус может быть любой. Самое главное в этом соусе это томаты. Можете взбить просто томаты с теми специями, травками, которые вам нравятся. А уже сверху пиццу украсить базиликом и тогда вспрыснуть ее оливковым маслом. Я люблю тонкую пиццу. Итальянская пицца она тонкая. Все остальное, это может быть пирог или еще что-то. Мы с вами делаем именно пиццу. Так, теперь мы это должны переложить на противень. Ставим ее на 3 минуты в разогретую духовку. Эту пиццу мы сделали объемом чуть поменьше и она чуть потолще. Выбирайте сами, как вам нравится. Вообще пицца должна быть очень тонкой. И сейчас как раз прошло 3 минуты. Мы вытаскиваем ту пиццу, закладываем следующую. Прошло 3 минуты. Мы вытащили нашу пиццу. И обильно начинаем посыпать нашу пиццу. Я люблю сыра побольше. Ставим в духовку еще где-то минут на 5-7. Все зависит от вашей духовки. Вот и подошла вторая пицца. Это для моего сына Ури. Она у нас с курицей. А это моя пицца. Классическая маргарита. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Берегите себя и свою семью. И до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok